Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь приветствую вас в магазине в Сквот, в самом центре Москвы, из здания, из которого даже слегка чуть-чуть виден Кремль. Да-да, мы находимся в CDM, центральный детский магазин, здесь на четвертом этаже расположился один из центральных магазинов Сквот. И сегодня рассказ пойдет о зимних моделях Vans, вернее даже о серии Vans MTE, поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы, оставайтесь дома, а если вы уходите из дома, утепляйте свои ноги. Как? Сейчас расскажу. Сначала вообще расскажу про серию MTE. Долгое время Vans, несмотря на то, что кроме скейта занимался еще и делал профессиональную обувь для сноубордистов, такую обувь, как зимняя обувь на каждый день или почти на каждый день, он не придавал этому особому значения. Но все-таки действительно, компания из Калифорнии, больше такой вот рассказ здесь про легкие кеды, кеды для катания, даже когда ты ходишь по улицам, все равно вот та вот самая европейская зима, о которой так говорили, она далеко не такая серьезная. И очень долго Vans не обращал внимания на теплые кеды. Но в последние десятилетия ситуация очень сильно изменилась, и Vans действительно начал работать о, можно сказать, таких всепогодных моделях кроссовок, всепогодных моделях кед, и начал делать серию под названием MTE. MTE расшифровывается как Made for the Elements, то есть созданный для различных элементов. Ну, помним, да, что у нас основные элементы, это там воздух, вода, огонь, земля. Понятное дело, что это не жаропрочные ботинки, но что касается всех остальных элементов, то есть в снег, в дождь, в какую-то грязь, в сильный ветер, эти кроссовки очень и очень вас сильно защитят, потому что они действительно сделаны из большого количества элементов. Кстати, небольшой тоже исторический экскурс, как человек, знакомый буквально с первого года, когда появились эти модели, и более того, один из тех людей в России, кому довелось как раз тестировать, можно сказать, даже до официального выпуска первые модели MTE, я действительно замечал, как с каждым годом они эволюционируют. Если первые MTE-модели в первый год выпуска жутко скользили, очень сильно натирали, хотя вроде как подобирал я их по ноге и было все хорошо, то с каждым годом они становились все удобнее. Я очень хорошо помню, как две зимы я полностью, практически всегда проходил в старых MTE-шках. Они живы были у меня, наверное, до прошлого года, и более того, я их отдал своему другу, который до сих пор не ходит и говорит, что, типа, замечательные кроссовки. И я все время жду, как же дальше будет развиваться как раз эта история MTE. И вот в магазине Squad появился огромный выбор и размеров, и моделей новой линейки MTE, которая реально очень сильно поможет вам пережить холода, очень сильно поможет вам пережить непогоду. Начнем рассказывать про эти кроссовки, начнем, что называется, по возрастанию. В самых первой модели, которая тоже сделана на основе всем нам известных Skate High, вот это первая модель, которая, ну, скажем так, по крутости, по защищенности, самая доступная по цене сделана. В принципе, вот я говорю, что я уже в прошлом году зиму в таких отходил. Мне было вообще не холодно, даже не одну, несколько зим отходил. Это действительно очень удобные модели, где, помимо прочего, есть еще такая вещь, как Primal Loft. Очень хороший утеплитель, очень хороший такой материал, даже вот здесь у нас он указан, который действительно держит ваши ноги в тепле, и вам реально не в холодно даже в очень сильную зиму. Здесь есть, однако, такой небольшой момент, что хотя эти модели действительно сделаны из материалов, которые достаточно водоустойчивые и не будут пропускать воду, но они сделаны без мембран, без вот этих современных технологий, в которых все-таки зимой более интересно. И здесь переводим, переходим тогда к следующим моделям, уже которые сделаны тоже с Primal Loft, и, кстати, тоже с Gortex, насколько, а нет, эти тоже сделаны без Gortex, но сделаны тоже с еще большей защитой для грязи, для воды, а именно вот с таким специальным носиком, который еще называют Duck Boot. Duck Boot, или, если переводить, как утиный ботинок, сделан так, потому что его носок действительно немножко напоминает утиную лапку. Это прорезиненная поверхность, которая действительно для небольших уже луж очень сильно подходит. Поэтому все, кто любит мерить какие-то лужи, обращайте на внимание уже вот на эти кеды. Тоже очень хорошее здесь утепление с Primal Loft, посмотрите тоже на все эти элементы. Кстати, да, забыл отметить, практически каждая модель сделана очень удобной. Из системы шнуровки, чтобы можно было очень туго их зашнуровать и очень быстро расшнуровать. И с системой быстрого надевания и снятия ботинок вот с этими различными петельками. С очень и очень хорошей подошвы. Протектор, как я уже сказал, последние несколько лет уже практически не скользит. Ну, не знаю, может быть, только я на ледяном катке на них не стоял. Но, вот серьезно, в последних моделях МТЭ ни разу не подскальзывался. Вот такая вот теплая модель. Идем дальше уже по возрастанию, по утеплению. Переходим к следующей версии Skate Hive. Эта модель уже у нас идет с GORE-TEX. GORE-TEX очень хорошая мембрана, которая как раз делает так, что с одной стороны у вас нога очень хорошо дышит, но с другой стороны вода практически не попадает внутрь. Мембрана проверенная временем. Мы не раз уже в своих обзорах про нее рассказывали. Даже в прошлом обзоре про VENSE я говорил, что есть одни вот Half-Cab с технологией GORE-TEX. Но здесь мы идем дальше. Тоже очень интересная система шнуровки с такими вот петельками, более зимние, высокие, неубиваемые, с очень толстым протектором, с очень высокой подошвой. То есть тоже, пожалуйста, в любую зиму надевать, ходить, радоваться о том, какие это замечательные у вас. Даже их кроссовками назвать все-таки ближе к ботинкам. Плюс тоже здесь уже у нас не Primal Loft, а другой очень хороший утеплитель. Утеплитель от компании 3M под названием Finsulate. Тоже один из лучших утеплителей. Кстати, на обратной стороне язычка каждой модели как раз здесь написано, что это MTE. И плюс идет вот такая вот расшифровка, что это означает. Ну, плюс еще тоже обозначен дождичек, обозначен снег и обозначена грязь. Месить, месить, месить. А мы идем дальше. Следующая модель, модель Ultra Range. В принципе, те, кто помнит, какие были первые Ultra Range в линейке MTE, помнят, что они были еще не на таких вот стероидах, как вот эта модель. Но здесь прям все очень серьезно. Здесь все тоже с очень хорошими технологиями. Здесь у нас тоже есть Gortex. Здесь у нас, кстати, уже тоже Finsulate есть. И плюс это уже более высокая модель с более серьезной фиксацией. Ну, я вообще для себя сделал даже такую вот градацию, что чем ближе к концу обзора, тем выше в этих моделях ботинок-кроссовок можно подниматься в горы. Плюс тоже система вот этой вот фиксации шнурков, вот эти петельки, сделаны здесь из очень и очень серьезного металла. По сути дела, это очень хорошая плюс легкая альтернатива таким трекинговым ботинкам. И, наконец, подбираемся к главному изумруду нашей коллекции. Ботинку под названием Snow Kicker. Ботинку, которая принадлежит, является про-моделью известного про-райдера, сноубордера компании Vans Артура Лонга. Вот такая вот прям мощнейшая модель. Она еще выше, она с еще более сильным протектором. С четко, прям как на всех классических трекинговых моделях, здесь шнуровка с очень сильными люверсами, с петлями из металла сплошными. В общем, если вы искали для действительно высоких вершин и очень низких температур ботинки, и вам не хочется переходить от любимого бренда Vans, обратите внимание вот на эти ботинки. Плюс все мы знаем, сколько сейчас стоит хорошая зимняя обувь. Цены действительно стремятся к космическим. Обратите внимание, сколько стоят эти ботинки. Сравните их с конкурентами, я думаю, выбор здесь будет практически очевидным. Вот такой вот интересный, насыщенный зимний, холодный обзор. Поэтому, пожалуйста, держите ноги в тепле, голову относительно в холоде, а сердце пусть ваше бьется и будет открыто к горам, путешествиям. Ну и, конечно же, счастья и скорейшего наступления лета. С вами был Дмитрий Егоров, до новых встреч, пока!